Итак, не включил меня. Не, ну с задержкой же может пойти. Не, 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 толкнула, там я не. Раз, два, три, четыре, пять. Если мы в прямом эфире, то мы начинаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей Сидоренко, официальный представитель АО «Мосводоканал». Сегодня мы находимся на Рублевской станции водоподготовки в Москве. Это одна из четырех станций водоподготовки, на которой готовится чистая, питьевая, качественная, самая лучшая в мире питьевая вода. Мы находимся в лаборатории. Алевтина Геннадьевна, ничего бывает. Здравствуйте, Алевтина Геннадьевна, руководитель лаборатории. Представьтесь, пожалуйста, и сегодня мы с вами, я так предполагаю, расскажем, что мы будем делать. Я заведующая Рублевским отделением Центра контроля качества воды Горюнова, Алевтина Геннадьевна. Алевтина Геннадьевна. Рублевская станция водоподготовки, одна из четырех. Вот мы сейчас находимся в лаборатории. Это единственная лаборатория у Мосводоканала. Расскажите, как устроена вообще научная часть в Мосводоканале? Ну, наше Рублевское отделение является одним из 11 отделений Центра контроля качества воды Мосводоканала. Мы контролируем качество воды по реке Москве, включая ее основной приток реки Истра и Истринское водохранилище, качество исходной воды, качество воды по стадиям водоподготовки и качество питьевой воды, подаваемой в город. Ну, то есть, для того, чтобы вы понимали, перед тем, как вода попадет к вам в кран, она проходит не только многоступенчатую очистку, но еще и проверяется на всех стадиях. То есть, насколько я знаю, первый анализ воды берется где-то очень далеко. Ну, мы начинаем контролировать реку от села Каринское, это только наше отделение. Это где? Это далеко. А дальше этого села, там уже Можайское отделение контролирует речку. Ну, то есть, для того, чтобы вы понимали масштабы АО Мосводоканал, «Настолько обширная территория не владения, но водоисточников». Контролирует. Для того, чтобы… Это тема для отдельного прямого эфира, а тема для наших отдельных публикаций. Кстати, вы можете смотреть наши видеоролики на YouTube-канале, в Instagram, и соответствующую информацию читать на нашем сайте. Там очень много интересной информации. Вот. Алисина Геннадьевна, ну, давайте посмотрим на вашу лабораторию. Расскажите, что здесь находится, что для чего. Представьте ваших сотрудников и попробуем познакомиться. Именно в этом кабинете находится группа круглосуточного контроля. Эта группа контролирует исходную воду, подаваемую на сооружение. Значит, она контролирует воду «Посадим очистки» и «Питьевую воду». Они контролируют ее круглосуточно по графикам технологического контроля. Здесь постоянно находится сменный инженер и четыре лаборанта. Они работают под сменами днем и ночью, и они все это контролируют. Значит, здесь у нас… Представьте сотрудников и расскажите, что я смотрю много пробирок. Я человек, в общем-то, не химик. Здесь очень много показателей. Я думаю, что вам, химики, прям вам свои показатели очень хорошо сейчас все объяснят доступным языком. Шагаева Надежда Сергеевна, инженер-химик второй категории. Перспективный у нас очень специалист. Является менеджером по качеству нашего отделения. И Пугачева Надежда Владимировна, лаборант химического анализа. Она у нас в прошлом году заняла первое место в конкурсе «Лаборант химического анализа». Даже такие конкурсы существуют? Это в рамках АО «Мосводоканала»? Да, это в рамках «Мосводоканала». И такая номинация у нас была впервые. Итак, здравствуйте, Надежда Сергеевна. Вы молодой специалист, но вы уже понимаете в химии многое. Да, конечно. Сегодня вы нам готовы показать лабораторный анализ, как это происходит. Да, мы выбрали для вас один из современных методов анализа определения аммони-йона на фотометре NOVA-60. А что это? Что такое катометр? Фатометр – это прибор, который позволяет определить оптическую плотность и узнать содержание определяемого компонента в пробе. Итак, что нам этот анализ покажет и для чего он нужен? Вот по-простому, для того, чтобы наши телезрители поняли, в том числе и я, как люди не химики, у нас всех другие специальности. Содержание аммиака, оно очень важно в путевой воде, потому что именно аммони-йон обеспечивает пролонгирование действия хлора. То есть, чтобы обеззараженная вода дошла в том же состоянии до потребителя, нужно, чтобы в воде было заданное количество аммония. Но опять же, наверное, следует уточнить, что хлор – это вопрос, который очень часто задают нашим специалистам. МОЗ «Водоканал» с 2012 года не использует активный хлор именно в том виде, в каком его использовали раньше, а теперь это гипохлорид натрия, правильно? Да, гипохлорид натрия. Сейчас заменено на более современный реагент гипохлорид натрия, но он тоже обеспечивает заданную концентрацию хлора в воде. И все-таки это вещество – это на сегодняшний день самый лучший обеззараживатель для воды? Ну, можно и так сказать. Кстати, небольшое отступление сделаю. Вы во время прямой трансляции можете совершенно спокойно задавать вопросы, мы постараемся на них ответить прямо в прямом эфире, пока будем готовить и проводить эксперимент. Давайте начнем. Эксперимент, с чего начинается? Начнем мы с отбора пробы. Как это происходит и где? У нас есть пробоотборная линия. Соответственно, лаборант Надежда Владимировна сейчас возьмет емкость для отбора и отберет пробу из праводворника. Надежда Владимировна, сколько лет Вы работаете в МОЗ «Водоканале»? Тридцать. Уже тридцать лет? Тридцать. Для Вас это все родное? Да, наверное. Вы, наверное, уже сколько в жизни считали, сколько в жизни Вы сделали анализов? Нет, даже не считала. Ну вот как Вы думаете? Но наша лаборатория где-то за месяц делает 17 тысяч анализов. Да, представить только сколько в год. А если умножить на 30 лет, то я уже не знаю. Миллионы и миллионы. Вот почему. Я понял, почему у нас качественная вода в Москве. Итак, давайте попробуем взять пробу. Я надеюсь, что комната для забора проб находится здесь рядом, что у нас не будет технических проблем, но мы попробуем пройти туда. Я думаю, что у нас трансляция не оборвется. Ну а почему? Значит, мы берем ведерко для отбора проб. Да, корзиночка. Пойдемте. Это находится комната прям недалеко. Мы постараемся... Там достаточно шумно, и сейчас поймете почему. Потому что там находится много-много израилов. Как это выглядит, вот смотрите. У нас связь не оборвается. Корректируйте, перейдите, это снафорное, это снышко. За спину. За спину, Сережа. Вот, недалеко, я надеюсь, у нас качество картинки не изменилось. Сейчас мы продолжим. Пропускаю нашу летающую камеру. Ответственная за нее у нас сегодня Фисенко Вера. Приветствую всех. К ней мы сегодня еще вернемся. Обязательно увидите наших сотрудников. Но сейчас... Итак, давайте, расскажите, как будет проходить анализ. Я беру пипетку и набираю йоденизированную воду. Какую воду? Йоденизированную. Йоденизированную. То есть у нас йодом. Я буду задавать глупые вопросы. Дионизированная вода. Дионизированная вода. Дионизированная вода, значит, что она очищена от йонов. В ней нет йонов, да, она чистая. Она нам послужит в качестве холостой пробы. То есть это не вода... А, мы набрали воду, мы будем сравнивать, да? Да. То есть анализ идет за счет сравнения. Давайте поближе подойдем. Сейчас вы забираете небольшую пробу этой воды. 10 миллилитров. Вначале я промыла пипетку от всего, чтобы там ничего не было. Сколько нужно взять? 10 кубиков. Берем 10 миллилитров. 10 миллилитров. Я правильно понимаю, что основа этого прибора, его принцип работы заключается в том, чтобы сравнить... Это сравнительный анализ, да? Ну, да, идет по отношению к нулевке, к дистиллированной воде. Теперь мы берем ту бутылочку, которую наполнили под завязку воды. Дополнили под завязку и тоже набираем 10 кубиков. Так как это у нас коллектор 4-7, мы его делаем. Что такое коллектор 4-7? Это напорный, как он... Это питьевая вода. Питьевая вода, которая идет уже в город. Очень аккуратненько набираем точно, что надо... Здесь точность важна? Да, обязательно. Ну, вы же почти половину бутылочки израсходовали. Я взяла оттуда всего 2 раза по 10, где-то 20 кубиков воды. Но отбираю пробу я всегда полностью под завязку, на любой анализ. То есть вы хотите сказать, что эта бутылочка будет израсходована вся? Ну, из-за этого нужно сделать и другой анализ. То есть она еще понадобится? Да, может и понадобится. Итак, у нас есть 3 колбочки. Да. Да? 3 колбочки. Что мы с ними дальше сделаем? Так, теперь нам нужно добавить первого реактива на этот момент. Покажите поближе его, пожалуйста. Поднять? Нет, да, прямо мне покажите вот сюда. Итак, вот реактив. Это... Что это? Это первый реактив, который мы добавляем. Они у нас первый, второй, третий. Только под цифрами. Сколько времени занимает такой анализ? Вот вы каждый день его делаете. Вообще эти позиции всего 10 минут. Но пока я вот отберу, это где-то минут 20. А если другим методом, то там больше занимает времени. Набираем, поскольку по 5 миллилитров в каждую полбочку? Нет, набираем по 1 и 2. По 1 и 2. 1 миллилитр и 2 десятки. Да, и 2 десятки. Я вам сейчас покажу. Это автоматическая пипетка. Выставлена уже. Она электронная? Да. А раньше, 30 лет назад, были такие приборы? Нет. Как вы тогда делали? Нет. Раньше мы только все делали вручную и пипетками. Даже пипетками. У нас даже автоматических не было. Ну, то есть, ручные, обычные пипетки, да? Да, вот из обычной стеклянной пипетки. Так, теперь добавляем второй реактив. Вот, здесь ложечка. Не полная. Вот так. Это порошочек? Да, это порошочек. То есть, мы добавили какой-то реактив и какой-то порошочек? Специальные реактивы, они под цифрами. Я смотрю, вы работаете в перчатках и масках. Как режим, специализированный, ужесточенный режим отражается? Как происходит, когда вы приходите на работу? Каким образом осуществляется пропуск? Ведь у нас объекты Мосводоканала под особым контролем, жестким. Да, я уже из дома выхожу и в перчатках, и в маске. На проходной, как сказала Летина Геннадьевна, теперь я ставлю экспозицию 5 минут. Мы должны, два реактива добавили, должны подождать 5 минут. Мы взяли, на часах отмеряем, 4,59. Ну, пока пошла реакция, пока мы ждем, мы можем пообщаться, да? Да. На проходной нам всегда меряют температуру. Сюда мы приходим, переодеваемся, и тоже та же экипировка. Перчатки, халат, маски. Обязательно. Но уже привыкли. Привыкли? Ну, может быть, и не будем отказываться тогда? Нет. Ну, в маске, конечно, вот как на вас, мне очень сложно немножко. Я использую медицинские марлевые повязки. Поэтому мне в них свободнее, я комфортнее себя чувствую. Ну, вы, наверное, их умеете готовить? Ну. Делать маски, как специалист. Делаю. У меня есть, нам выдали. Во-первых, кто не пользует девчонки, мне все поделились со мной. Надежда Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как много и какие разные ли анализы вы делаете в течение дня? У нас очень много различных анализов, включая фотометрические показатели, аммоний, железо, марганец, алюминий, потенциометрические, ПА, ШУЭП. Делаем органолептические анализы, сзади вас как раз на запахе и на вкус. Покажите, пожалуйста. Ну, вот рабочее место вы как раз видите. То есть вот здесь вот. Да, и еще есть отдельная комната на отделение... Ну, я, опять же, не специалист-химик. Для меня это просто электрическая плитка. Да? Да. Есть еще цитриметрические анализы. Вот здесь уже красиво. Здесь большие красивые колбы. Тут как раз проходит определение общего хлора. Это один из важнейших показателей. Клориды делаем, перманганатная окисляемость. А что вот сейчас делает ваш сотрудник? Наш сотрудник Зинаи Николаевны сейчас перенесла пробы и сейчас их разберут на те анализы, которые у нас идут по времени. То есть работа на Рублевской станции водоподготовки останавливается ли? Какой у вас режим работы? Нет, останавливается. Сотрудники этой группы, в которой вы сейчас находитесь, работают круглосуточно. У нас идет каждый час отбор проб. И мы выполняем заданные показатели. Технологи видят наши анализы и могут оперативно среагировать, если вдруг что-то будет. Вот этот анализ, который мы сейчас ждем, реакции, он нам какую информацию даст? О чем мы поймем, судя по его результатам? Он покажет, какое содержание аммониона у нас сейчас в питьевой воде. Аммонион, он очень важен, потому что он пролонгирует действия хлора, как я уже говорила. Соответственно, должно быть некоторое значение, которое как раз обеспечивает содержание хлора в воде. Но он не должен превышать определенный нерватив, заданный санпин. Сейчас мы выполним анализ в питьевой воде и как раз увидим, как он и сам он. Какое время показывает наш таймер? Уже 1.58. Осталось около 2 минут. И что мы должны увидеть, что-то в этих колбочках? Сейчас я добавлю третий реактив и вода окрасится. Она может окраситься, а может не окраситься? Или в разных цветах? Нет, она, по идее, должна окраситься. В какой-то определенный цвет? Ну, вообще-то в зеленый должно быть. Вначале желтый, потом зеленый. К нам пришел вопрос от Владимира Островского. Это получается, что анализы берут в постоянном режиме Московская вода в безопасности 24 на 7. Я так понимаю? Да, мы круглосуточные. Круглые сутки. Ну и опять же, я так понимаю, что лаборатория на Рублевской станции далеко не единственная. МОЗ Водоканал берет пробы на всей обширной территории, начиная с самого дальнего водоисточника. Да, это у нас заберется никак не зону. Осталась минута. Я предлагаю, пока у нас минута останется, быстро сходить к Олег Тинни Геннадьевне. Алифтина Геннадьевна, сколько сотрудников работает в вашей лаборатории? В моей лаборатории 72 сотрудника и я. Это как раз только касается Рублевской станции водоподготовки? Это только Рублевское отделение, да, Центр контроля качества воды. Ну вот с одной стороны может показаться, что это много. У нас самое большое отделение из 11 отделений, потому что у нас большая зона санитарной охраны, как я уже говорила. Это большая протяженность по реке Москве. Мы контролируем притоки реки Москвы, реку Истру. Это один из самых больших притоков реки Москвы на нашем участке. Истринское водохранилище. И также мы контролируем все сооружения, очистные, которые есть на всех этих притоках и на реке. Пока мы с вами общаемся, приходят комментарии. Дмитрий Исаков говорит, спасибо вам за вашу работу. Мы рады. Гордимся нашей работой. Я смотрю, коллектив у вас в основном очень много молодых девчонок. Ну да, у нас коллектив постоянно обновляется. Сейчас приходят молодые специалисты, заканчивают профильное образование. Вам звонят. Если важный звонок, можете ответить. Нет, этот звонок подождите. Профильное образование, то есть действительно это специалисты, которые получили образование? Обязательно, да. Химики у нас обязательно с химическим образованием, средним, специальным или высшим. Гидробиологи с биологическим. И микробиологи, это у них тоже биологическое. Или это врачи медицинское образование имеют. То есть это все профильные специалисты. У нас пришло время посмотреть, что за результаты. Таймер уже вышел. Вы добавили реактив. Да, реактив. И окрасился желтый цвет. Но ему надо постоять еще 5 минут. Еще раз. Значит, окрасился желтый цвет. И сейчас мы ждем еще около 5 минут. 4,5 осталось. Тем не менее, к нам пришел вопрос. 72 сотрудника в лаборатории. Сколько у них зарплаты? Есть ли орган контроля? Не очень понимаю, о каком органе контроля идет речь. Но сколько у них зарплаты? Вы понимаете, что спрашивать у людей я не решусь, например. Вы бы не сказали, сколько у вас зарплаты. Я так понимаю, что зарплату платят. Платят. Вовремя. Вовремя у нас ежемесячно. Регулярно. Это главный ответ на ваш вопрос. А что такое есть для органа контроля? Орган контроля, я так понимаю, Алифин Геннадьевна. Может быть, я предположу, что имеется в виду, кто контролирует результаты вашей работы в лаборатории? Ну, у нас в Мосфудоканале отбирают пробы, кроме нас еще Роспотребнадзор приезжает и контролирует качество нашей воды, подаваемой в город. То есть вы тесно сотрудничаете с Роспотребнадзором? Мы не сотрудничаем. Ну, я имею в виду, что вы находитесь под контролем. Мы находимся под их контролем, да, чутким. И вот еще один пришел вопрос от Владимира Островского. А можно ли студентам попасть на практику? Да, у нас есть такая практика в Мосфудоканале. Они должны подать заявку на практику. И у нас довольно часто приходят студенты с институтов и даже с колледжей и проходят практику в лаборатории. То есть подытожим, студенты, ну, соответственно, профильные обучающиеся, химики? Химики или микробиологи, гидробиологи. А вот так, навскидку, какие это вузы в Москве? МГУ, Менделеевский были, колледж был, архитектурно, ну, там профильные лаборанты химического анализа и лаборанты-экологи. 26-й, по-моему, кадром называется. Спасибо. Пришел вопрос, или даже не вопрос, от Гайрата Рахимова. Нам интересен зарубежный опыт. Опыт. Но это, скорее, я так понимаю, не вопрос, а комментарий, конечно, он всем интересен. Я думаю, что и Мосводоканал очень плотно занимается передачей опыта за рубеж. А я могу сказать, что есть, что передать Мосводоканалу своим зарубежным коллегам. Также и перенимаются опыты из-за границы. К нам приезжают достаточно часто зарубежные делегации. Ну, соответственно, сейчас с ограничениями в данный момент передвижения закрыты. Но в прошлом году было несколько таких зарубежных делегаций, в частности, из Германии, если не ошибаюсь. Но это, опять же, тема для отдельного материала. Я думаю, что мы в свое время обязательно запишем этот вопрос, эту тему. Если вам интересно, то мы ее раскроем поподробнее. Каким образом Мосводоканал обменивается опытом с зарубежными коллегами. Вот, как видите, в лаборатории постоянно идет работа. Если не на этом столе, то на соседнем столе. Кстати, лабораторный стол, он называется... Так и называется лабораторный стол, да? Да, лабораторный стол. Не станок, нет какой-то у вас... Нет, лабораторный стол, просто у него специальное покрытие. А в чем оно специально? Оно не режется, не сарапается? Оно выдерживает попадание реактивов, да, она термостойкая. Вот так он выглядит? Ну, выглядит как обычный стол. Ну, на самом деле нет. Пришло ли у нас время посмотреть на результаты? Вот я смотрю... Вот, кстати, сейчас прямо уже можно посмотреть. Напомню, что эти пробирки... Их никто не менял. Они были все желтые, сейчас две из них зеленые. Она уже зеленее. Прямо сейчас можно посмотреть. Я так понимаю, что она должна тоже стать зеленым, да? Что? Вот это? Да. Нет. Это не будет. Значит, дистиллированная вода, она не будет окрашиваться. То есть в двух колбочках у нас вода из нашей бутылочки, которую мы взяли, пробы, да? Да, из дотива и вода. А в одной чисто дистиллированная вода. Да, да. И вот мы сейчас уже можем подводить итоги? Остается 15 секунд. Да, мы можем посмотреть, в принципе, сейчас уже 10 секунд. Я беру кюветку. Что это? Кювета. Кювета, которая для этого... Каково назначение? Специально для этого прибора... У нас в пищи таймер. Да. Мы его выключаем. Наливаем. Дистиллированную... Ой, это цена... Нулевку вот эту... Нулевую пробу. Вставлю в прибор. В прибор? Да. Сейчас я назову. Выставлю. Назначение прибора, что он нам покажет? Вставлю. Вот он вам показал. Можно посмотреть результаты. Это нулевка. Дистиллированная вода. 0,34 тысячных. Я ее подводила. И видите, у нас получается нули. Что это означает? Значит, нулевка очень хорошая. Мы теперь будем смотреть по отношению. К ним вот эту питьевую воду. Это вторая колбочка. Вот. 0,298. Отличается. Это концентрация. Концентрация, которая у нас содержится в коллекторе 4,7 аммиака. 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 И какой вывод можно сделать из этого? Это результат норма в пределах? Да. Это норма. То есть мы можем говорить, что забранный анализ из этой пробирки. Очень хорошая. Очень хорошая. Вода должна дойти до потребителя. Очень хорошая. То есть это вода уже после этапов очистки? Да. Это чистая вода, которая идет уже в город. Еще один вопрос к нам пришел, пока мы посмотрим, как работает лаборатория. Алисина Геннадьевна, ну не знаю, готовы ли ответить на такой вопрос? А можно как-то мою воду проверить в этой лаборатории? Именно в этой лаборатории нельзя. Но мне кажется, есть у нас какое-то отделение, которое по заказу делает и можно проверить качество. Ну, надо, наверное, уточнить, что МОЗ «Водоканал» работает в зоне ответственности МОЗ «Водоканала» от водоисточника, очистка водопроводной сети и до границы жилого дома и либо другого объекта, который уже получает водопроводную воду. Это значит, что если вы хотите, если вы сомневаетесь в качестве воды, которая течет непосредственно из вашего крана, механизмы проверки такой воды существуют, но осуществлять их необходимо через вашу управляющую организацию. Там вам обязательно подскажут, как это сделать. В любом случае, я думаю, что если у вас действительно есть сомнения в качестве питьевой воды, то у вас получится ее проверить и выяснить, в чем проблема. Со своей стороны МОЗ «Водоканал» качество воды гарантирует и вы видите, что сейчас мы работаем в круглосуточном режиме и лаборатории, и станции водоподготовки. Андрей, у вас вопрос от имени Лен. Она спрашивает, как проверить качество воды дома? Как проверить качество воды дома? Я как раз про это только что и рассказал. Если у него какие-то претензии к качеству воды, у него какие-то взвеси, какой-то резкий запах неприятный, может быть, цвет у воды синий, зеленый, неважно. Тогда они, если это жители Москвы, они могут позвонить на горячую линию МОЗ «Водоканала» и предъявить жалобу, выставить, что у них плохое качество. Ну, опять же, это, скорее всего, идет речь о коллективных заявках уже через управляющую компанию вашего дома. То есть, опять же, через управляющую компанию вашего дома вы можете задать им вопрос, как проверить качество воды. Они вам помогут обязательно с этой проблемой, если таковая существует. Потому что, ну, все мы понимаем, понимаем, что зачастую бывает, что вода может испортиться во внутренних коммуникациях дома, там устаревшие трубы, задвижки и все такое. Со своей стороны, конечно, МОЗ «Водоканал» — это ресурсоснабжающая организация. Мы открыты, и мы подаем воду качественную и чистую. Что с ней происходит дальше, давайте совместно как-то подумаем. Я думаю, что мы как-нибудь обязательно уточним этот вопрос. Но не сегодня, потому что нельзя объять необъятное в одном прямом эфире. Тем более, время у нас уже подходит к концу потихонечку. Что можно сказать, давайте подойдем к Надежде Сергеевне. Наш эксперимент, анализ сейчас уже, можно сказать, на завершающей стадии? На какой стадии? Мы уже закончили. Мы получили результат. Анализ закончен. Такие анализы Вы проводите постоянно? Еще раз. Да. Как часто, сколько раз в день, в сутки, в месяц? Мы отбираем пробы каждый час. Соответственно, у нас есть график, в котором прописано, какие показатели мы в этот момент смотрим и в каких точках контроля. Но весь перечень показателей, которые важны для контроля воды, мы выполняем. Еще раз уточню, хочу у Вас уточнить, забор воды для пробы, для этого анализа был сделан уже после этапов очистки. То есть, это та вода, которая пойдет в трубы в город. Это питьевая вода. Коллектора – это питьевая вода. Какие еще анализы этой воды вообще проводятся? Что мы еще в будущем с Вами сможем показать? В питьевой воде мы делаем хлор общий, делаем запах, привкус, окисляемость, хлориды, щелочность, ПАЖ, ОФ, марганец, железо, алюминий. Еще целый раз показатели. Это целый список, и все это Вы делаете постоянно, круглые сутки. Да, мы это все делаем постоянно. Вы видите, что с таким количеством анализов и проб можно быть уверенным, что вода достаточно качественно подается, потому что контроль осуществляется на всех этапах. Ну что ж, это была лаборатория, которая находится на территории Рублевской станции водоподготовки. Спасибо и благодарю, Олексина Геннадьевна, что Вы нас приняли. Я думаю, что мы не сильно помешали Вашей работе, и я думаю, что сегодня был достаточно успешный пример того, как мы можем быть открытыми, рассказывать, показывать, и в будущем обязательно, когда придут к нам вопросы, а Вы обязательно присылайте к нам вопросы, мы будем стараться делать подобные прямые эфиры для того, чтобы быть открытыми. Мне показывает Вера что? Еще один вопрос. Еще один вопрос есть. Давайте, давайте, конечно. Артера Тарахимова, имеются ли точки контроля на центральных водопроводах? Конечно, у нас есть отделение водопроводных сетей, которые как раз по городу контролируют уже питьевую воду, которую мы туда подаем. Более подробную информацию о том, как происходит контроль на каких этапах и в каком количестве, Вы при желании сможете найти на нашем сайте. Я Вам скажу, там какие-то умопомрачительные цифры. Насколько я помню, что в течение года Мосводоканал делает около более миллиона анализов. Да, да. То есть, это гигантская работа и она не ограничена одной лабораторией. Она проводится на всех объектах, а у Мосводоканала это четыре станции водопроготовки только в Москве. Это Вазурское отделение, Можайское отделение, Троицкое отделение, Зеленоградское отделение. То есть, такие отделения, которые находятся на водоисточниках, там где вода далеко. Люберецкие, Курьяновские и, естественно, там Восточное отделение на Восточной станции, Северное и Западное. Кроме того, в составе Мосводоканала есть подразделения с мобильными лабораториями, которые могут проверять воду на выезде в любой точке города. Поэтому подробнее об этом... Отделение водопроводной сети. Да, да. Подробнее об этом обязательно почитайте информацию на нашем сайте, подписывайтесь на канал в Ютьюбе, смотрите наши видеоматериалы, задавайте, пишите вопросы, не стесняйтесь. Я думаю, что мы с радостью постараемся ответить на все ваши, пусть даже иногда кажущиеся неудобными вопросы. У нас, нам нечего скрывать. Мы открытая организация. Спасибо вам, что нас приняли. Мы находились в лаборатории на Рублевской станции водопроготовки. Я Андрей Сидоренко, официальный представитель Мосводоканала. Пишите, звоните, читайте сайт, подписывайтесь, как там модно теперь говорить. Ставьте лайки обязательно. Советуйте друзьям. А я с вами прощаюсь на сегодня. Удачи в делах. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...